В порядке и в ближайшие секунды у нас будет связь. Да, Михаил Подоляк с нами на прямой связи. Михаил, здравствуйте, рад вас видеть. Да, здравствуйте, здравствуйте. Давайте начнем с Курской военной операции, которую проводит ВСУ. Вот на текущий момент что происходит? Как бы вы ответили на этот вопрос? На текущий момент установлен эффективный контроль, тотальный контроль над территорией, частичной территорией Курской области размером порядка 1300 километров. Ну там плюс-минус, да, потому что каждый час ситуация меняется. И порядка 100 населенных пунктов, ну разные, понятно, величины, опять же, находятся под контролем вооруженных сил Украины. И, соответственно, продвижение по некоторым направлениям продолжается, ну то есть имеется в виду расширение операций на территории Курской области продолжается, достаточно эффективно это. И, соответственно, мы видим резкое снижение. Тут одна из ключевых целей была, это как раз-таки выдавить российскую артиллерию, российские системы пусковые РСЗО, российскую баллистику с приграничных регионов Сумской области, потому что Сумская область подвергалась в течение практически года ежедневным ударам, там, 500-600 ударов артиллерии, РСЗО и так далее. Вот это всё сейчас существенно уменьшилось. То есть по той же Сумской области работают только дроны, работают только ракеты, ну с большего расстояния, да, там до 500 километров баллистика работает. Вот, в принципе, то, что сейчас происходит в Курской области. Плюс реализовываются программы в рамках международного гуманитарного права. Там остались многие жители в населённых пунктах. Понятно, никто эвакуацией в России не занимается. Россия вообще не готова была, безусловно, не готова была к тому, что боевые действия будут принесены на неё территорию в таком объёме, в таком масштабе. Никакой там социальной помощи, никакой гуманитарной помощи, никаких открыток эвакуационных коридоров в сторону России, конечно же, нет. Украина, опять же, организовывает подвоз медикаментов, продуктов питания, питьевая вода, ну всё, что нужно для того, чтобы более-менее люди получали всё это. Как готовилась эта операция? Наверное, какие-то уже подробности можно раскрыть? Ну, те, которые можно. Вот как это происходило и когда было принято решение об этой операции? Ну, наверное, операция ещё продолжается, поэтому какие-то детали планирования говорить не будем, потому что нужно всё-таки достигнуть тех результатов, которые необходимы и которые были запланированы. На мой взгляд, ещё раз, она развивается очень эффективно, но, тем не менее, она ещё развивается. Планирование было максимально ограничено, ну, имеется в виду ограничено по информационному сопровождению. Минимум людей, ну, понятно, верховный главнокомандующий, понятно, главнокомандующий, понятно, отдельные сотрудники генерального штаба принимали участие в планировании, потому что сама операция была тщательно продумана с точки зрения логистического обеспечения, с точки зрения подвоза резерва, с точки зрения подвоза ресурсов, в том числе и организация маршрутов, по которым всё это осуществлялось. Ну и, соответственно, всё это было максимально скрыто от, ну, я имею в виду, стороны, вражеской стороны, от Российской Федерации. Операция будет продолжена, и, на мой взгляд, она ещё раз чётко показывает, что в этой войне не все, скажем, карты ещё лежат на столе, и у Украины гораздо больше возможностей, чем это, например, месяца 3-4 назад думали отдельные аналитики. А когда вы лично узнали об этой операции? То есть и как вы узнали, если не секрет? Не буду комментировать всё это, безусловно, потому что, на мой взгляд, ещё раз, очень узкий круг людей имел отношение к планированию, и информации как таковой в большом объёме нигде не было, и, соответственно, мало кто мог понимать детали операции. Я имею в виду, мало кто из людей, которые не принимали непосредственно участие в планировании, и, соответственно, на мой взгляд, это была правильная стратегия, и очень эффективно она сработала. То есть ещё раз, тут можно сказать о двух аспектах. Первое — это крайне хорошее креативное мышление у представителей Генерального штаба Украины, ну и, собственно, имея гораздо меньше ресурсов, чем Российская Федерация, ты вынужден креативно подходить к организации тех или иных оборонительных, или наступательных, или контрнаступательных действий. А с другой стороны, опять же, ещё раз, психологическая неготовность России к осознанию того, что война может быть большая, масштабная на территории России. То есть они до последнего не верили в это. Они вообще привыкли воевать, я же неоднократно об этом говорил, они вообще привыкли воевать. И, кстати, в первом этапе вторжения, это 2014 год, они активно использовали свою территорию для того, чтобы артиллерии оттуда атаковать вооружённые силы Украины, поддерживая тогда боевиков, криминальных боевиков, которых было много в Донецке и Луганске. И, соответственно, они также воевали и сейчас вдоль границ с Украиной, вдоль Брянской, Курской области, Белгородской области. Везде стоит артиллерия в большом объёме. Вдоль границы, там километр-два от границ, они приходят туда как на работу и просто атакуют гражданское население в приграничных регионах Украины. Вот так они воевали. И, честно говоря, я даже ни на минуту не вспоминаю, что они точно не ожидали переноса войны на свою территорию. И это, конечно, вызвало у них, Шакир, такую шоковую реакцию. И до сих пор они из этой шоковой реакции выйти не могут. Много вопросов про российских срочников. Какое к ним отношение со стороны Украины, со стороны ВСУ? Ну, поскольку срочники — это те молодые, как правило, люди, которые идут по призыву. Вот не могли бы вы прояснить эту ситуацию? И сколько сейчас находится в плену у ВСУ? Сотни. Сказать точное число невозможно, потому что их там было очень много. Практически все обеспечительные и охранительные функции в Курской области выполняли именно солдаты срочной службы. Ещё раз, они сдаются в плен достаточно быстро и в большом количестве. Их сотни. Точное число. Наверное, это будет озвучено. Ну или, в принципе, опять же, число будет всё время меняться. Но штаб по обмену пленными крайне-крайне удовлетворён тем количеством пленных, которые сегодня в Курской области Украина получила. Потому что это позволит существенно ускорить обменные процессы. Мы же знаем, да, особенно те люди, которые находятся в плену уже два-два с половиной года, но имеется в виду, которые были, опять же, пленены в начале полномасштабного вторжения, в каких условиях они находятся. И, соответственно, их нужно доставать максимально быстро. Вот это нам, наверное, поможет. Что касается отношения к ним, ну, Украины ко всем отношения. Мы всё-таки воюем. Давайте, если говорить о войне, об эмоциональной стороне, то, конечно, эмоционально тяжело воспринимать этих людей всех. Ну, я имею в виду граждан Российской Федерации, потому что в тотальном своём большинстве они либо поддерживали войну как таковую, либо абсолютно равнодушно относятся к тому, что происходит на территории Украины, считая, что это там где-то происходит и так далее. Это, кстати, феноменальная составляющая, многие недооценивают её. Ещё раз, Россия с удовольствием смотрела за тем, ну, Россия, я имею в виду гражданская часть, да, ну, то есть население России с удовольствием смотрело за тем, что происходит на территории Украины, все эти геноцидные преступления, абсолютно на них никак не реагируя, даже очень-очень наслаждаясь, наверное, ими. И, соответственно, у нас эмоциональное отношение к этим гражданам соответствующее. Но, с другой стороны, война же для Украины всё-таки идёт по тем правилам, которые прописаны в международном юридическом поле. Это международное гуманитарное право, оно говорит о том, как Украина должна относиться, вооружённые силы Украины должны относиться к некомбатантам, ну, то есть к жителям Курской области, гражданскому населению Курской области. И в то же время в конвенциях чётко прописано отношение к комбатантам, в том числе к солдатам срочной службы. То есть, соответственно, Украина придерживается этих регламентаций и крайне аккуратно ведёт себя на территориях, которые находятся под её эффективным контролем. И давайте не забывать, что Украина заходит на территорию России, расширяя плацдарм на территории России, не для того, чтобы оккупировать эти территории. Ну, то есть у нас нет такой цели, как у Российской Федерации, оставить эти территории за собой, сделать их оккупированными и так далее. У нас есть задача, которая очень чётко сформулирована президентом, это вытеснить вооружённые силы России как можно дальше и, соответственно, получить такую себе буферную или санитарную зону, которая позволит сохранить жизни гражданского населения Украины. Это одна из ключевых целей. Есть и другие цели, понятно, политические цели, это репутационные цели, это показать, что никаких красных линий нет политических, именно что все эти страхи, которые до сих пор так или иначе управляют общественным мнением в странах Запада, они беспочвены, как правило. Ну и, соответственно, обнулить милитарную репутацию России, вооружённых сил России, обнулить репутацию управленческих вертикалей России, что они не могут быстро принимать решения, когда возникает подобного типа кризиса. Вернуть войну на территорию России для того, чтобы при помощи этих родственных отношений, чтобы всё-таки люди начинали осознавать, что такое война. Я понимаю, что для России это не та тема, которую они готовы будут превратить в революционные повстанческие движения, но, тем не менее, когда мы видим этих людей в Курской области, насколько они шокированы, потому что ещё раз пропаганда создавала образ, что равных России нету, и она сегодня уже воюет где-то там, возле Берлина, Парижа или даже возле Лиссабона. А на самом деле оказывается, что вооружённые силы Украины заходят глубоко, заходят на территорию Курской области. Но, конечно, это вызывает шок. Вы спрашиваете по поводу задержанных и попавших в плен ФСБшниках и сотрудников ВСИН. Можете ли вы подтвердить эту информацию? И если да, то сколько человек из этих структур сейчас находится в распоряжении? Можем подтвердить только то, что многие попадают в плен, потому что события разворачиваются очень быстро. Конкретных людей, фамилий или места приписки этих людей к тем или иным ведомствам мы не объявляем, потому что, опять же, это всё идёт через обменные процессы. И здесь нужно быть крайне аккуратным для того, чтобы можно было ускорить процессы. И, во-вторых, получить возможность обменять максимум тех военнопленных с нашей стороны, которые до сих пор находятся в плену в Российской Федерации. Поэтому мы очень аккуратно относимся к тому, кто, как, в каком количестве попал и к каким ведомствам они приписаны. Те, кто попадают к нам в плен. Появилось сообщение о том, что Россия впервые за время большой войны впервые выступила инициатором обмена. Это так или это не соответствует действительности? Вот после того, как большое количество срочников оказалось в плену. Нельзя сказать, что это впервые или не впервые. Да, Россия ведёт себя, если вообще в целом охарактеризовать, то Россия всегда ведёт себя так несколько высокомерно, ну и лицемерно, что ли, с точки зрения обменных процессов. Но в данном случае, да, было быстрое обращение уполномоченного по правам человека Москалькова к омбудсмену господину Лубинцу, ну к нашему, имеется в виду, омбудсмену, с просьбой провести консультации вокруг задержания срочников, солдат срочной службы Российской Федерации и возможности организации обменных процессов. Это хороший признак. Посмотрим, потому что вы слышали, до этого были заявления о том, что мы все останавливаем там гуманитарные миссии, мы не ведём разговоры со стороны Российской Федерации, мы не ведём разговоры об обмене пленами и так далее. Сейчас эта ситуация выглядит совершенно иначе. Но опять же, давайте аккуратно относиться, потому что всё-таки ценнее, чем давать какую-то публичную информацию, ценнее, конечно же, чтобы процесс быстро шёл, процесс обмена, были согласованы списки и можно было как можно быстрее забрать наших военнопленных. Ядерный шантаж, разговоры и публикации в российских медиаресурсах по поводу грязной бомбы, которую якобы готовит Украина. Мы просто обратили внимание, какое количество сообщений вышло на государственных агентствах о том, что Украина готовит инцидент на атомных станциях и ядерную бомбу. Не могли бы вы прокомментировать эту тему? То есть, учитывая, что, опять же, из градирной оккупированной российской армии запорожской станции шёл дым, и это, в общем, тоже такой был, видимо, спровоцированный инцидент, чтобы обратить внимание, что есть ядерная станция, она в оккупации, и, соответственно, что-то с ней может случиться. Ядерная тема. Вот ваш комментарий. Знаете, я вот себя ловлю всё время на мысли. Я, честно говоря, даже не знаю, как комментировать анекдотичные заявления, идущие прежде всего от таких субъектов, как Нарышки, служба внешней разведки России. Я не могу даже понять, где здесь можно найти почву, на которой можно стоять и комментировать на полном серьёзе вот эти заявления. Конечно, нет никакой грязной бомбы, и быть её не может. Украина работает внутри коалиции демократических государств, придерживается правилов и обычаев ведения войны, и придерживается международного гуманитарного права, международного права в целом. И, соответственно, вся война идёт вместе с нашими партнёрами абсолютно понятно, как и почему. И гуманитарный аспект в этой войне чрезвычайно важен. И, соответственно, Россия… Я не знаю, честно говоря, на кого они рассчитывают, делая такие заявления, потому что на это даже в отличие от, может быть, пятилетней давности и в странах Запада не реагируют. Если это для внутреннего пространства, опять же, не понимаю, зачем. У них во внутреннем пространстве нет никакой дискуссии, там не надо накручивать людей, там нужно продолжать им показывать, что они находятся возле Лиссабона, как я уже раньше сказал. И, соответственно, люди будут хлопать в ладоши. Смотрите, мы можем прийти там, пограбить, изнасиловать, и никакого там не будет проблемы. Россия дальше продолжит считаться цивилизованным членом современного сообщества. А вот эти все заявления. Вот смотрите, если бы рационально говорить, но зачем, тогда просто отдайте обратно Запорожскую атомную электростанцию, и все риски исчезают. То есть всё, что касается рисков, эскалаций, которые возникают в этой войне, они могут идти только со стороны России. Россия является безусловной страной-агрессором, и все её действия так или иначе направлены на нарушение консенсуса, на нарушение международного права как такового. Отдаёте Запорожскую атомную электростанцию, возвращаете её, вернее, в юридическое поле страны, которая действительно этой станцией обладает, риск исчезает одномоментно. Выходите с территории Украины, риски для ваших территорий исчезают одномоментно. И так далее, и тому подобное. Поэтому, честно говоря, вот когда у человека есть какая-то логика, я имею в виду, сейчас мы не про Россию говорим, а людей, которые это слушают, он может себе задаться вопросом, зачем это русские постоянно говорят, вот эту галиматью. Не было бы вторжения 2014 года, не было сегодняшней ситуации, не было полномасштабного вторжения. Россия спокойно является членом глобального сообщества, спокойно ездит по миру, торгует, увеличивает своё экономическое присутствие или сырьевое в тех или иных странах. Олигархи покупают всё больше недвижимости, покупают себе фестивали типа Оскара и так далее и тому подобное. Если это всё остановлено, то причина в этом только одно — само действие Российской Федерации. И, соответственно, точно так же ядерная безопасность. Есть договора, которые чётко прописывают, как нужно себя вести с ядерными технологиями, с ядерным сырьём и так далее. Придерживайся их просто. Не захватывайте чужое, не захватывайте чужую станцию. Никаких рисков не будет, если вы не будете делать то или иное действие. Поэтому, конечно же, если здесь подытожить, для того чтобы не было никаких напрасных страхов у людей. Первое — никаких грязных бомб никто применять не будет. Это нонсенс, это не решает никаких задач, и это переводит войну на следующий уровень страха как такового. Кто заинтересован в следующем уровне страха? Только Российская Федерация. Дальше. Кто сегодня непосредственно совершает акт терроризма в отношении ядерного объекта? Только Российская Федерация, удерживая незаконно Запорожскую атомную электростанцию. Верните её законному владельцу, и, соответственно, риск исчезает. Третье. Кто, в принципе, постоянно использует тему ядерного оружия, ядерного оружия? Ну, кроме Лукашенко. Тут просто использует, потому что, в принципе, более, наверное, в жизни ничего не знает. Поэтому периодически возвращается к тому, что вот мы сейчас с этим трактором будем атаковать весь мир ядерным оружием. Но это его классическая риторика. Человека, ещё раз повторяю, очень и очень недалёкого с точки зрения понимания, что, зачем и как нужно говорить. Так вот, кроме России никто ядерную риторику не использует, и никто, собственно, ядерным оружием не угрожает. Перестаньте это делать, и, соответственно, резко снижается эскалация вокруг этой темы. И, наконец, четвёртое. Вернитесь к пониманию тех договоров, которые ещё Советский Союз подписывал в отношении ядерного глобального сдерживания. Прочитайте их, наймите кого-то, кто русским языком владеет, они вам прочитают и переведут с русского на ваш гопнический язык. И будете понимать основные правила поведения с ядерными технологиями. Поэтому переносить постоянно вот эти, скажем так, примитивные страшилки по поводу грязных бомб и так далее и тому подобное. Но мне кажется, что, наверное, скоро это все будут воспринимать как анекдот на последней странице в газетах публиковать. Нарышкин заявил анекдот. Ну вот так это выглядит. Не может случиться так, что, опять же, обвиняя Украину, Российская Федерация, Кремль, Министерство обороны просто хотят делать то, что приписывают приписывают вашей стороне. То есть вы говорите, что никто не будет применять грязную бомбу. Украина не будет. Но нет гарантии, что это Путин не сделает, например, чтобы обвинить Украину. Вот насколько велик вот этот риск? Риск то, что Россия неадекватна, не то, что велик, он абсолютен. И, соответственно, они могут все это делать. Но тут есть один нюанс. Вы правильно сказали про градирню, которая находится, где шины жгли, да, и так далее. Для всех это и было очевидно, что это градирня, в которой жгут шины. Ну да, смотрите, мы живем в 21... Я понимаю, что Россия — это технологически отсталая страна, и они еще живут в 60-е, 70-е во времена Карибского кризиса. Они считают, что все же глупые, ни у кого нету разведки, в том числе космической разведки. Никто не видит, где что происходит. Никто не измеряет, у кого где там повышается уровень радиации и так далее и тому подобное. То есть Россия живет в таких стереотипах. Я понимаю, Путин малообразованный человек, у него там Ленин все создает до сих пор. И, конечно же, у них такие мысли могут появляться. Но еще раз, в современном информационном мире все очевидно и прозрачно. Вот любые провокации, которые Россия попробует проводить, они будут таковыми изначально, и, соответственно, цена для России будет существенно возрастать. Итоговая цена этой войны. Она и так для России уже чрезвычайна. Но, тем не менее, она будет возрастать, независимо от того, что говорит или делает Российская Федерация. Но если они попытаются перейти вот в эту плоскость, о которой вы говорите, использовать наиболее примитивные провокационные технологии, там грязные бомбы, чистые бомбы и так далее, то итоговая цена будет крайне разрушительной для Российской Федерации. Знаете, в чем здесь проблема? Я понимаю, что западная цивилизация, она несколько инертна за счет бюрократических процедур. И, наверное, все еще находится под каким-то там влиянием остаточного страха перед Российской Федерацией. Но, в принципе, маховик уже полностью практически перевернулся, да, ну то есть там на 180 градусов в оценке тех рисков, которые генерирует Россия. И никто не позволит сделать вид, как в 2014 году или там в 2008 году после Грузии, после первой кампании в Украине, что давайте закроем на это глаза и будем считать, что Россия цивилизованная. Нет, Россия будет платить максимальную цену, еще раз подчеркиваю, независимо от того, что они там делают, заявляют, или кого они там будут провоцировать. Ну и кроме того, все это юридические составы преступлений. Вот все, что Россия делает на Запорожской атомной электростанции, она может сегодня говорить, но включая вот эти подожженные шины в градирне, это все состав большого преступления. Вот давайте я еще коротко, чтобы было понятно, чтобы мы вообще не обсуждали вопросы, кто есть кто в этой войне, и кто что делает, и кто будет провоцировать. Российская Федерация по умолчанию, актом агрессии, она совершила ключевое преступление, которое за собой потянуло следующие преступления. Вот все, что делает Украина, например, в той же Курской области, не является юридическим составом преступления, потому что Украина ведет оборонительную войну. Статья 51 устава ООН четко фиксирует это право Украины. И, соответственно, Украина в момент начала оборонительной войны не совершает никаких преступлений. И наоборот, любое действие Российской Федерации, вот сам момент начала акта агрессии, это базовое преступление, которое является умышленным и которое тянет за собой все другие составы преступления. В том числе, все, что сейчас происходит на Запорожской атомной электростанции, любое действие России там, это состав преступления, то есть это ухудшение общего преступления. А насчет, кстати, шин в градирне, то есть это уже подтвержденная информация, потому что много всего было в общественном пространстве, там, понятно, российская сторона говорила, что это украинский дрон, МАГАТЭ, которые не нашли, там, как я понимаю, следов именно сгоревших шин, вот на чем основано ваше утверждение, то есть вот не могли бы вы этот момент прояснить просто для нас? Анализ, который делала наша разведка, визуальный анализ, там, дым, ну, все остальное и так далее, детально сказать, что именно там горело, это мы так условно говорим, шины, там могло быть и другое, там, резиновое изделие какое-нибудь, да, ну, в России по резиновым изделиям специализируется, и так далее. Но все, что заявляет на сегодняшний момент Россия, не является фактическим, ну, то есть это просто элементы пропаганды. МАГАТЭ, на мой взгляд, любые заявления МАГАТЭ, нужно понимать, что они делаются не без обладания полнотой информации, МАГАТЭ, насколько я понимаю, все-таки не имеет полного и объемного доступа ко всему, что касается Запорожской атомной электростанции до сих пор, или старается придерживаться максимально обтекаемых формулировок для того, чтобы все-таки иметь хотя бы какой-то доступ к этой станции, хотя бы какой-то контроль осуществлять. Я тут понимаю МАГАТЭ, потому что, еще раз, Россия не хочет сотрудничать в полном объеме с теми или иными международными институциями, блокирует им, там запреты выдает и так далее. Знаете, это как бы нарушив единожды какой-то пакет регламентных документов, регламентирующих документов, ты уже абсолютно равнодушно относишься к тому, что кто-то тебя упрекнет, что ты не даешь доступа там к Красному Кресту и МАГАТЭ куда-то и так далее. Поэтому МАГАТЭ, конечно же, наверное, в полном объеме информации не обладает. Что касается наших разведок, да, ну я бы тут не хотел детализации излишней, да, но тем не менее кое-какую информацию они, конечно же, имеют, в том числе и с объекта Запорожской атомной электростанции. Спрашивают, как продвигаются переговоры Украины с западными союзниками насчет использования западных видов вооружений на международно признанной территории России, Курская область там в том числе. МИД Дании, если я не ошибаюсь, дал согласие на использование датского оружия. Ну вот, как далеко в этом смысле продвинулись? Сам факт, то, что переговоры на разных площадках и с разными странами идут, уже говорит о многом, потому что еще год назад представить себе такие переговоры невозможно было. Да, есть страны, которые категорически пока не готовы принимать для себя такие решения. Я понимаю мотивы этих стран и так далее. Для меня здесь непонятно другое. Если международное право четко описывает ваше право вести оборонительную войну и, опять же, предлагает те или иные инструменты ведения войны и, кроме того, передача вам в рамках МТД, материально-технической помощи, тех объемов оружия, которые передают нам национальные правительства в другие страны, которые в момент передачи уже становятся юридически, так как вы его будете использовать вашим, я не совсем понимаю эти ограничения, они формальные, потому что это как бы странно. В международном праве четко записано разрушать инфраструктуру войны на территории страны-агрессора, потому что это будет вести к ускорению финала войны. И второе, ваше оружие, переданное Украине, юридически уже является украинским, и Украина несет ответственность за его применение. То есть там два сразу фактора, которые точно лишают любое национальное правительство какой-либо юридической ответственности даже за действие этого оружия. Я не говорю о том, что это законно, но даже за действие этого оружия на территории Украины. И тем не менее, тем не менее, опять же, еще раз, конфигурация политическая до момента полномасштабного вторжения была специфическая. Россию воспринимали как страну, несмотря на то, что она неоднократно нарушала международное право в Сирии, в Грузии, в Украине первый раз. Тем не менее, Россию воспринимали как партнера. Очень много было просякнуто взаимными отношениями, бизнес-отношениями, очень много бизнесов было взаимных, и очень много было перспектив для того, чтобы Россия более глобально страна. И, соответственно, сразу от всего этого избавиться, насколько я понимаю, тяжело. И вот этот миф об эскалации, что если ты будешь разрушать аэродром в Энгельсе, с которого поднимается стратегическая тушка, допустим, и атакует гражданское население, что это меньшее зло. Чем зло, которое возникает в момент так называемой эскалации, если ты разрушишь этот аэродром? Для меня это загадочная логика, но нужно аккуратно и скрупулезно объяснять правительством других стран, что смотрите, есть несколько аксиматических вещей, которые позволяют прогнозировать собственное будущее. Первое — это правила. Если они есть, они должны соблюдаться. Если кто-то нарушает правила, он должен быть наказан. Если правила не соблюдается и любой может их обнулить, значит, вы живёте в непрогнозируемых условиях. И, соответственно, цена вашей жизни всегда будет увеличиваться. С точки зрения затрат на безопасность, затрат на то, чтобы сохранить свои периметры и так далее. И мы, соответственно, объясняем, смотрите, а что вы хотите? Потому что Россия показывает пример, как можно ненадлежаще относиться к международному праву. То есть она показывает другим странам пример, что если вы хотите, атакуйте ракетами. Главное — не проиграть войну. И, соответственно, страны будут бояться справедливо отвечать на акты агрессии. Вот этого нельзя допустить. Но переговоры идут, ещё раз подчёркиваю, переговоры интенсивно идут. И я думаю, что всё-таки мы проблему с неформальными запретами решим. Знаете, вот Курская операция как раз и позволяет оптимистично смотреть на это. Почему? Вот есть же чёткое понимание. Есть два способа, как можно существенно сократить влияние геноцидных технологий, которые применяет Россия в этой войне на гражданское население Украины. Первое — это либо отодвинуть с приграничья такт, тактическую авиацию, артиллерию и так далее, разрушая её по ходу дела, разрушая всю инфраструктуру в приграничье в этих областях. Это сухопутные операции. Украина показывает, что они могут быть крайне эффективными. И второе — это массированные, подчёркиваю, массированные масштабные удары дальнобойными инструментами, дальнобойными ракетами, но их должно быть очень много. И в глубину территории там 500-700 тысяч километров, это не стоит 200, это до 1000 километров, потому что как раз там всё расположено. вся авиационная инфраструктура, это уничтожение практически всей инфраструктуры, обеспечивающей стратегические бомбардировщики ТУ-160, ТУ-95, ТУ-22 и так далее. Вот два инструмента. И, соответственно, если бы мы могли использовать второй инструмент, разрушать эту инфраструктуру дальнобойными, то, возможно, в сухопутных операциях и не было бы смысла. Но, на мой взгляд, личный взгляд, конечно же, сочетанное применение технологии сухопутных операций, потому что оно попутно решает ещё и те задачи, о которых я говорил чуть выше, обнуление репутационных потенциалов, остаточных репутационных потенциалов в России и показать самой России, что война, в принципе, это игра с двухсторонним движением и что в любом случае при таком объёме войны страна-агрессор будет тоже погружена очень глубоко в эту войну и они будут нести последствия. Социальные последствия будут катастрофическими для Российской Федерации. Это не просто там где-то война идёт не на понятном континенте и в непонятном регионе. Нет, она будет постепенно разрастаться и максимально кровожадно разрастаться на территории Российской Федерации. Но вот сочетанное применение сухопутных операций и дальнобойной техники для разрушения инфраструктуры как можно дальше по территории России, оно приведёт к очень быстрому ускорению течения этой войны. У нас есть звонок. Здравствуйте, как вас зовут? А откуда вы? Алло, добрый день. Алло. Да, слушаем вас. Здравствуйте. Алло, вы меня слышите? Да? Добрый день, Евгений, Запорожье. Я хотел бы два вопроса. Может, не вопроса, может, реплики. Или, наверное, вопроса. Скажите, пожалуйста, я сейчас смотрю в Ютубе разные наши видео, как курчане отзываются о своём правительстве, о своих местных властях, как они их бросили. Я хочу сказать, что в 2022 году, в марте месяце, у нас в Запорожье тоже никакой эвакуации от правительства не было. Люди выезжали сами, как могли, как этот. Вот сегодня я встретил земляков в Запорожье. Люди из Днепра, город Днепр, приехали сюда получить гуманитарную помощь, потому что в Днепре им гуманитарную помощь не выдают. Живут они в квартире с голыми стенами, без отопления, уже две зимы прожили. Это и о том, как наше правительство заботится о своих гражданах. Мои знакомые, все, которые выехали за границу, жалеют, что я не выехал, у меня были законные причины. Но вот они выехали, и все, кому до 5-10 лет, никто возвращаться не собирается. И второй такой вопрос, вот по поводу РТЦК, СП. Вот я сам столкнулся, да, всего два дня в очередях простоял. Вот такие непонятные правила. Есть закон, да, Украина, все, я был у юристов, мне объяснили, почтой можно отправить документы на отсрочку. Им отправляют почту, они присылают тебе ответ, нужно приехать лично. А лично приезжаешь, и там в 5 утра раздают талончики, и принимает юрист, не больше, чем 50 человек в день, а там в 5 утра уже стоит 80 человек. А я живу 50 километров от этого РТЦК. И мне доехать туда, у нас комендантский час с 12 ночи до 5 утра, я просто никак туда не успеваю попасть. В общем, честно вам скажу, не очень такие ощущения после того, как я туда попал, но завтра попытаюсь прорваться еще раз. Вот, скажите, вот намечаются ли какие-то улучшения для беженцев? Мы остались без дома, без квартир, без ничего. Спасибо большое. А что вы хотите, чтобы я прокомментировал? Ну, у человека есть свои трудности, которые решаются на местном уровне. Может обратиться к местным властям, если считают, что что-то ненадлежащим образом решено, и будут решать по ходу. Я, честно говоря, не совсем понимаю, как здесь можно комментировать. Очень странные реплики такие, все плохо, все ужасно и так далее. Но мне нравится, это очень часто бывает в социальных сетях. Как правило, это российские аккаунты пишут таким не очень хорошим украинским языком, что все очень плохо в Украине, все неправильно, государство ненадлежащим образом все задачи решает. Ну, конечно, во время войны государство должно быть идеальное, и, соответственно, все проблемы должны решаться по щелчку пальцев. Ну, немножко не так. Если есть какие-то конкретные проблемы, человек может на уровне той или иной институции, местной власти, или на уровне институции ТЦК, это территориальные центры комплектования, решить вопросы, которые есть, там, с отстрочками и так далее. Новый закон как раз-таки четко прописывает эти процедуры. Опять же, процедуры прописаны, часть из них уже там оптимально работает, часть из них выведены, кстати, в электронные возможности, это резерв плюс, это армия плюс и так далее. Часть, конечно же, еще там оптимизируется, процедур каких-то, и, наверное, можно будет обратиться и получить надлежащие консультации. Что касается отношения к беженцам, ну, у нас активно работает несколько министерств по этому направлению, их много, у нас более 8 миллионов переселенцев, вынужденных переселенцев, имеется в виду с регионов Восточной Украины, где идут активные боевые действия. И сейчас, кстати, Министерство реинтеграции и Министерство внутренних дел активно занимается организацией эвакуации из Покровского направления, но имеется в виду с населенных пунктов, которые находятся непосредственно, где идут боевые действия. И, соответственно, есть определенные социальные выплаты, есть решения. Идеальны ли они? Нет, конечно. Ну, не идеально. Во время войны идеальных решений быть не может. Есть ли какие-то конкретные, ну, вот эти вот просто заявления о том, что вот за границу можно было выехать, там все вообще очень хорошо будет и так далее. Вот это мне очень нравится. Я сейчас сарказмом говорю. Кстати, вопрос про кадыровцев. Возвращает нас к теме курской операции. Апти Алаудинов, который сейчас является таким спикером, видимо, самоназначенным или назначенным, он в медийном пространстве активно стал появляться, он говорит, что кадыровцев в плену практически нет. Правда, потом сказал, что кто-то попал, но это не спецназ Ахмат. Что известно об этом и насколько велико, скажем так, число Ахматовцев? Есть в плену, попали. Наверное, я там не готов говорить о числах, еще раз подчеркиваю, это физически невозможно. Ну и в том числе невозможно комментировать, кто конкретно попал, да, еще раз. Но есть, и, соответственно, в рамках обменных процессов это все будет дискутироваться, но мы очень аккуратно относимся. Мы не можем себе позволить там публичные комментарии, все, что касается людей, которые могут быть, наших людей, которых можно забрать, пользуясь вот этим резко возросшим пополнением фонда обменного со стороны Украины. Ну, то есть, имеется в виду то, что взято в плен на территории Курской области. Удары по детям, потому что Запорожье, вчера был нанесен удар по детской площадке, к сожалению, есть погибшие, много раненых детей. Вчера же Путин вставал на колени перед монументом детям Беслана. Кстати, впервые с 2000-х туда приехал. И, знаете, вот это, я понимаю, что у меня нет какой-то научной базы, но есть очень странный, страшный, может быть совпадение, может быть не совпадение, но в прошлый раз он поздравлял с днем детей и семьи в России, когда российские ракеты били по Ахмадету, по детской больнице. И опять дети, и опять российский удар. Я не знаю, можете ли вы ответить на этот вопрос. То есть, там есть некая целенаправленная политика, они специально бьют по детям и делают это с таким цинизмом. Ну, вот, я не знаю, я не знаю, как этот вопрос сформулировать. Наверное, вы понимаете его смысл. Я думаю, что это, конечно, психиатрам лучше. Я думаю, что определенная фиксация на детях у субъекта Путина, ну, или у тех или иных представителей России есть. Но я бы сказал шире. Они абсолютно безразличны к цене человеческой жизни, вообще к человеческой жизни как таковой. И применение геноцидных практик для них — это обязательный элемент ведения войны. Не только в Украине. Мы помним, что было и в Первой, и Второй Чеченской войне. И, соответственно, то, что они делали в Сирии, и то, что они делали в Грузии, в Цхенуале, для них не... Ну, это важно. Для России очень важно показательно, демонстративно, максимально омерзительно убивать гражданское население. Они считают, что таким образом они ломают психику этнических сообществ, ломают психику других государств, и таким образом они будут выглядеть как монстры, беспредельщики, перед которыми нужно обязательно стоять на коленях. Это очевидно. И эту практику они применяют. И поэтому сейчас они, не имея возможности военным путём, не имея возможности вести войну согласно правилам и обычаям, то есть военные объекты атаковаться только могут, ну, если это вообще допустимо, конечно, ну, давайте рассматривать, что война. И, соответственно, они как раз-таки преднамеренно выискивают возможность нанести удар именно по детям. Вы правильно говорите, вчера детское кафе. Но давайте вернёмся в Беслан. В Беслане ведь тоже было принято решение почему-то о штурме школы номер один, где погибло более трёхсот детей. Вот этот субъект, который вчера стоял на коленях, это же он принял решение. И, соответственно, мне кажется, очень показательно было. Три матери вместо всех остальных абсолютно нежелание смотреть им в глаза и абсолютно немыслимые какие-то разговоры о том, что вот сейчас они им стят за то, что в Беслане в 2003-м или там в 2004-м 1-го сентября были убиты дети. Ну, это абсолютно неимоверно просто, но это чётко характеризует Путин. И да, фиксация на, ещё раз подчёркиваю, не фиксация только на детях, фиксация на убийстве гражданского населения является базовой для способа ведения войны Российской Федерации. Это то, что не понимают до конца в Европе. В Европе многие до сих пор военные ведомства или аналитики военные считают, что Россия может вести войну очень корректно, очень аккуратно, ну, то есть спецназ против военных объектов и так далее. Вот им бы желательно было бы, когда они обсуждают вопрос снять или не снять запреты на нанесение ударов по территории России, снять или не снять запреты на поставки тех или иных видов оружия и, наконец, ускорить поставки этих видов оружия, нужно было бы вот это осознать, что Российская Федерация в любой войне будет использовать обязательно геноцидный компонент, то есть она будет обязательно демонстративно бить по гражданскому населению, делать это умышленно, для того, чтобы получить вот этот шокирующий эффект, то есть чтобы люди были просто подавлены и очень сильно боялись российской армии, как таковой. Это несомненно. Про визит Путина во время, когда разворачивалась, ну и продолжает разворачиваться курская операция, Путин поехал сначала в Азербайджан, потом стал совершать такой визит по регионам России, был в Дагестане, сейчас находится в Чечне. Вот начну с Азербайджана. Для вас этот визит, для Украины, то есть, ну скажем так, Азербайджан, Алиев, Алиев, это еще честное взаимодействие с Турцией, Турция это страна НАТО, а там Путин. Ну и вот все такие геополитические вещи. Как вы оцениваете этот визит, для чего он туда поехал и есть ли там какая-то военная составляющая? Военной нету, а есть составляющая под названием все-таки позволить дозаработать России где-то денег, сырьевых денег, прежде всего на южных потоках, прежде всего газ, азербайджанский газ, русский газ, который туда будет добавляться, нефть и так далее. То есть, это поиск возможностей компенсировать те безусловные потери, которые он сегодня несёт на европейских рынках, потеряв эти рынки. Я здесь не вижу, знаете, вот такой жёсткой необходимости осуждать там Азербайджан, Турцию или кого-то ещё. Давайте объективно смотреть на современный мир. В современном мире у каждой страны свои национальные интересы, она исходит из возможности реализовать свои интересы, а не быть обязательно там проукраинской или пророссийской. И, соответственно, пользуясь моментом, например, это не только Азербайджана, это касается любой страны, которая занимает нейтральную позицию в этой войне, даже большие страны, такие как Китай, Индия и так далее, они пользуются моментом и хорошо зарабатывают на спекулятивном рынке под названием Российская Федерация, которая истерически ищет, где бы ещё получить или где бы ещё что-то продать или где бы ещё что-то купить. И, соответственно, эти страны пользуются этим моментом. Поэтому, опять же, исходя из интересов своих государств, исходя... Ну и, кроме того, не забываем, что Россия активно работала на Кавказе долгое время. Мы помним, как она пыталась провоцировать тут же Азербайджан и Турцию через другие страны региона и так далее. Сейчас это всё выглядит так, что Россия постепенно, мягко говоря, теряет контроль в регионе, то есть влияние в регионе, но она пытается остаться на каких-то там ролях. И, соответственно, эти такие переговоры ей для этого и нужны, но имеется в виду Путину. Что касается визита, в принципе, на Северный Кавказ, Дагестан, Чечня, то это попытка чётко зафиксировать, есть ли хоть кто-то, кто в случае чего будет его поддерживать там до конца. Ну, я тут просто не вижу других резонов, то есть ему где-то хочется получить такое ощущение, что да, мы опять сильные, мы опять сможем выстоять. Вот у меня есть пехота, кадыровская пехота и пехотинец Кадыров, пехотинец Путин и так далее. Мы вместе, мы будем идти. Но мне кажется, для самой России, для фундаментальной России, классической России нужно было бы оценить, что значит такой визит и к чему он может привести с точки зрения перераспределения влияния. И, на мой взгляд, чеченский регион будет получать ещё больше федерального финансирования как плату за вот такую поддержку Путина. Ну и вопрос уже в завершении нашего включения спрашивают. Михаил, Украина ещё удивит в Курской области или, может быть, не только в Курской области? Понятно, что без каких-либо подробностей, но тем не менее. Подробностей точно не будет, но мне кажется, что два с половиной года уже дали чёткое понимание, кто есть кто в этой войне и что Украина это точно не субъект, который безропотно терпит насилие, наоборот, очень креативно отвечает и часто перехватывает инициативу, несмотря на вот эти все страхи, которые до сих пор присутствуют в глобальном сообществе по отношению к России. И Украина, конечно, будет удивлять, у нас просто нет другого выхода. Нам необходимо в этой войне поставить правильно финальные точки. Ну то есть, потому что Россия, которая не проиграет и которая будет там объёмно сидеть на оккупированных территориях, будет означать, что она только дополнительно будет инвестировать во все эти программы экспансии и, соответственно, будет продолжать войну разными способами, пока не начнёт очередной виток горячей войны. Мы это прекрасно понимаем и понимаем, что нужно и нужно креативно подходить к формированию, давайте я так мягко скажу, креативно подходить к формированию новых полей боя. Ну что, спасибо вам большое. Михаил Подоляк, советник Офиса Президента Украины был с нами на прямой связи сегодня. Благодарим вас и до следующего раза. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok